Ни для кого не секрет, что уже второй год заключенные по всей России едут в войну. Но что мы знаем об этих людях? Привет, это Дима. В газетах и подборках новостей, которые вы присылаете мне, то и дело мелькает тема отправки осужденных на фронт. Чаще всего она обсуждается в одном ключе – преступники получают шанс оказаться на свободе. При этом все, конечно, рисуют у себя в голове убийц-рецидивистов, хотя их процент от общего числа зэков ничтожно мало. Изнутри эта история видится совсем под другим углом. Кто и зачем едет из тюрьмы на войну? Конечно, причин может быть множество. Я встречал и тех, кто хочет воевать из идейных соображений, таких впрочем совсем немного, идейный зэк в принципе редкость, и тех, кто открыто признается, что надеется помародерить, в их числе бывший сотрудник ФСБ, и даже того, кто хочет подвергнуть себя смертельной опасности, чтобы выбраться из депрессии и почувствовать себя живым. Но чтобы понять, чем руководствуется большинство, достаточно вспомнить, за что большинство сидит. Москва. СИЗО 5. Незадолго до моего отбытия к нам заезжает мужичок лет 45. Вроде бы образованный, адекватный и все понимает. Через несколько дней выясняется, что ищет способа поскорее уехать на фронт. Зачем тебе это говорю? И с кем ты собрался воевать? Нет-нет, я все вообще не поддерживаю, оправдывается, но у меня нет других вариантов, меня прижали к стене. А перевозчиком работать тебя тоже заставили. Теперь посидишь немного. Что поделать? Мы все-то в тюрьме. На мне светит до пожизненного. И что, хочешь приблизить окончание пожизненного? Да, сбыт наркотиков в особо крупном размере в составе преступного сообщества — обвинение серьезное. Попытался втолковать, что ПЖ ему не дадут. А вернуться к родным, пусть даже через 15 лет, лучше, чем не вернуться вообще. Но едва ли он отступит от своих планов. Чуваша, ЭК-6. Моему соседу 18, а на ветму можно дать не больше 16. Еще не начал бриться, но уже собрался воевать. Статья народная, а срок в силу возраста и смягчающих обстоятельств всего-то 3,5. Спорили долго, обрисовал ему в красках перспективы вернуться без руки или ноги, умереть на втором десятке лет, калечить ее и убивать таких же парней с другой стороны, защищающих свои дома. И ради чего это все, когда через пару лет можно освободиться поуду целым и невередимым? Соглашается с аргументами, но все равно колеблется. Тюрьма, мол, совсем не входила в планы. Договорились списаться с ним, когда доедет до лагеря. Посмотрит, дескать, что будет в кассации, насколько тяжко в колонии и так далее, и примет решение. А что до счастливчиков, выбравшихся из мясорубки и получивших второй шанс? С таким мне довелось пересечься в прогулочном дворке СИЗО-2 в Цивильске. Статья говорит 2-8, 5-я. И после небольшой паузы добавляют, в 21-м году тоже 5-я была. Это как так вышло? Тебе же еще 8 лет по первой ходке сидеть. Ну как, в 21-м году приняли, в 22-м осудился и на фронт. Полгода отслужил в чувака Вагнера и освободился. Сейчас буду пытаться осудиться побыстрее и снова туда. Жаль, Вагнер уже не берут. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ